С 9 утра до 12 третьеклассница Соня делает домашнюю работу, общается и играет с подружками. К обеду ее отвозит на учебу руководитель частной продленки. В школе девочки такой нет, ни платной, ни бесплатной. Вроки делаю иногда, если я их там и не сделала. А еще что делаешь? Сижу с подружкой в учебной. А вот родителям частная продленка бьет по карману. В среднем стоимость занятия 3 до 10 тысяч в месяц. Такую услугу могут оплатить далеко не все родители. Чем занимается ребенок после занятий, если родители на работе? Возможно, ученик прилежный и просто делает уроки дома. Но большинство детей после школы хотят гулять и развлекаться. А если продленки нет и родители заняты, это никто не контролирует. Можно собрать заявление родителей и попросить организовать в школе группу продленного дня. Но даже для платной продленки в организации должен быть кабинет для занятий, комната сна и отдыха. По данным комитета образования, Барнаула таких условий сейчас нет ни в одной школе города. Поэтому пока что детей занимают в секциях и кружках. Необходимы кровати, постельное белье, стирка постельного белья, кадры в первую очередь, кто это будет делать. Это ведь не просто так. 50 человек захотели, деньги собрали, и мы открыли группу продленного. Тут же пришел СанПин, Роспотребнадзор, и стали смотреть, в каких условиях дети спят. На полу в повалку или как они. Но несмотря на просьбы родителей, продленку в начальной школе закон не предусматривает. Так что мамам и папам остается либо платить частникам за работу с их детьми, либо выгручиваться и успевать все самим. Полина Жданова, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком.